В то время как жители равнинной Ингушетии вовсю отдают свои голоса за тех или иных кандидатов, в живописном Джейрахском районе местное население принимает не менее активное участие в выборах. В единый день голосования здесь открыто пять избирательных участков, два в Джейрахе, по одному в селениях Ляжги, Гули и Альгетти. Для избирателей из остальных сел организован спецтранспорт. Это, пожалуй, самый многолюдный избирательный участок в сельском поселении Джейрах. Он расположился в здании первой школы, куда с раннего утра устремились жители со всего района. Пожалуйста, зарегистрировано заявление. Вот они, коллекции, опечатанные, заведенные печати, подписанные с двумя членами комитета. На выборах депутаты муниципального образования голосуют все – и стар, и млад. Петима Цурова пришла в избирательную комиссию в сопровождении родственников. С 18 лет бабушка не пропустила ни одни выборы и в этот раз решила не оставаться в стороне. Здесь шляпятся уже, но всё равно это участие принимать. Хочется, чтобы вы могли, вы, вы, ингушетии, где-то процветать не должны, вы раздолжете, дахады, болтавы, 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 болтавы. Несмотря на то, что в Джейрахе в основном проживает взрослое население, на выборах присутствует немало молодежи. Многие голосуют впервые. Кому-то не хватило пару дней до совершеннолетия, чтобы иметь право голоса. Как, например, Умару Хаматханову, который сегодня пришел вместе с мамой, но и сам хорошо понимает, насколько важно проявить свою гражданскую позицию в единый день голосования. В будущем, когда тебе уже исполнится 18, будешь ли ты приходить и голосовать? Да, буду. Согласно закону, на каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели. Как правило, по несколько человек от каждого депутата или политической партии. Их задача проследить, чтобы в течение дня голосования все прошло на должном уровне. Прибыл из Дагестана в качестве наблюдателя, дабы исключить возможность фальсификации выборов. В рамках закона все грамотно, очень организовано, сработало непосредственно председатели и все, в принципе, хорошо. Всего в селении Джейрах насчитывается 612 потенциальных избирателей, которые ранее зарегистрировали свои данные в участковой избирательной комиссии. Все они выбирают 20 депутатов муниципального образования. Председатель заверил, что на месте проведена колоссальная работа по подготовке к этим выборам. А для тех, кто не сможет самостоятельно прийти на выборы, организованы передностные урны. И их привезут избирателям на дом. Как видите, интерьер и участок очень хорошо подготовлены. Это хорошая заслуга, я бы сказал, даже директор школы Тачиев Асимов, за что я выражаю большую благодарность. Все у нас очень хорошо прошло. Как видите, народ подходит активно, люди сами уже с пониманием относятся к этим выборам. Поэтому сегодня я надеюсь, что люди, осознавая свой долг, свое призвание, будут сегодня активно проводить выборы. И мы будем иметь хороший успех. Каждый житель России, приходя на выборы и отдавая свой голос за того или иного кандидата, не просто выполняет свой гражданский долг, закидывая очередной бюллетень в урну. Он тем самым возлагает надежды на новую власть и надеется, что в будущем все изменится только в лучшую сторону. Мы должны быть хорошим образом и отдавая свой голос за то, что в будущем все изменится. Любой кандидат идет, депутат, он должен знать свой народ, своих избирателей. Он должен приходить на помощь, он должен в любое обращение отвечать самому избирателю. Так как мы приходим с ним избирать, мы надеемся, что они тоже будут что-то делать во благо народа. Но не только жители Джейраха сегодня принимают важные для села решения. В маленьком селении Гули к избирательному участку номер 106 спешит 77-летняя местная жительница Дугурхан Ильиева. За свою жизнь ей уже приходилось выбирать депутатов, глав регионов и лидеров держав. И сегодня она вновь пришла отдать свой голос за светлое будущее для нынешнего поколения. Общее число зарегистрированных избирателей в Джейрахском районе – 2165 человек. Горная Ингушетия всегда отличалась высокой социальной ответственностью ее жителей. Делится глава района. Несколько этапов предыдущих когда-то выборов и президентских, и парламентских выборов в Джейрахский район традиционно занимал первое место и по явке, и по минимуму нарушений, выявленных на этих участках. Несколько раз мы и гранты получали именно за реально заявку людей, за отсутствие вот этих нарушений, выявленных наблюдателями на этих комиссиях. Микаэл Тангиев, Ахмед Парчиев, Новости 24.